Выбор матраса. Вот глядя на эту картинку, вы можете подумать, что я сейчас начну продвигать латекс. А вот и не угадали. Да, эта картинка, она взята из рекламы латекса. Здесь вот по выбору матраса тоже есть очень много разной информации. И опять-таки же, это все индивидуально. Я читала много исследований, тоже информации о том, что самый полезный сон – это на плоской поверхности. Что вот в монстрях русский монахинь, там приводилась какая-то монахиня, которая спала на жестком полу, на жесткой поверхности, которая питалась только там черным хлебом и водой. И в итоге там в каком-то возрасте, в 6 лет, она выглядела на 30. Благодаря тому, что она на плоской поверхности, у нее такой скудный рацион питания. Кто может спать на жестком полу? Я на самом деле только 30-40 минут могу в позе мертвого лежать, а потом у меня просто все кости затекают, как мне начинают таз болеть, там лопатки и так далее. Считается, что вот самый идеальный матрас – это когда у тебя позвоночник остается прямым. То есть когда ты спишь вот на боку, чтобы матрас под себя подстраивался ортопедически, и когда ты спишь на спине, чтобы тоже все подстраивалось, чтобы у тебя был прямой позвоночник идеальный. Вот подушку тоже надо подбирать, так много про подушку тоже поговорю. Но вот опять-таки, я вспоминаю, да, вот подростковый возраст, у меня проблемы были с серьезной шеей, потому что я спала на кровати, которая была сеткой. Такой вот сеткой, она была как гамак, и я сворачивала шею, просто просыпалась под вывихом, потому что вот во сне это очень была неудобная поза, когда вот полностью весь проваливаешься. То есть избегать таких вот кроватей, в которых вот полностью проваливаешься. Она должна вот максимально давать сепорт. Вот матрас, матрас – это очень важная часть здоровья, матрас, на котором вы спите, здоровье вашего позвоночника. И это вот вещь тоже, на которую я не рекомендую экономить. Лучше там сократить страт на что-то другое, но купить себе хороший матрас, в котором вы будете хорошо чувствовать. То есть как понять, подходы матраса или нет. Если вы проснулись, и у вас нету боли в суставах утром, у вас такая легкая расслабленность во всем теле, значит, матрас вам подходит. А если вы вечером чувствуете себя нормально, поспали, а с утра у вас все болит, значит, вам такой матрас не подходит. Можно просто поэкспериментировать на разных поверхностях, на разных матрасах поспать и уже выбрать тот, который вам подходит. Даже вот, не знаю, матрасы на прокат не дает, это уже сложно, да. Но можно что-нибудь придумать, чтобы проверить. Ну, как твердый, можно просто на полу там йоговский коврик или что-то еще что-нибудь спустярить, поспать, да, попробовать. Может, она уже более жесткий матрас, может, и более мягкая. Вот самое удобное, что я вспоминаю, это вот у бабушки была пуховая перина, она была такая, как облако воздушное, ты в нее ложишься, она тебя обволакивает. И вот там я лучше всего усыпалась. Такие теплые воспоминания, да. И здесь вот я для себя тоже купила экстра мягкий матрас, который, ну, кстати, вот он там есть, латекс, но он не весит латексом, там часть латекса есть, и он на свободных пружинах независимых. Он, на самом деле, стоил не так уж и дорого. Это где-то, не помню, сколько он мне обошелся, но некритичная была сумма. И вот он с нами, этот матрас уже 4 года, и все вот эти вот 4 года мы начали вот реально лучше высыпаться, когда мы купили вот этот матрас. Там у нас был матрас, сначала там самый-самый дешевый, самый простой, а потом мы купили матрас 3 раза дороже этого самого простого, самого дешевого матраса, и реально качество сна очень сильно изменилось. Вот, то есть с матрасом тоже надо проэкспериментировать, посмотреть, что подходит именно вам. Ну, как раз то, о чем я говорила, да, что, ну, тоже реклама латекса. Вот неправильное положение, когда ты полностью провисаешь, неправильное положение, вот когда ты на боку, и у тебя, ну, на плот, ну, на самом деле здесь девушка неправильно лежит, я потом дальше покажу еще, как можно лежать правильно на боку, чтобы все было хорошо с позвоночником, со всем остальным. Вот, тут вот самое правильное, это когда у тебя ровный позвоночник, то есть полная поддержка идет. Вот, важный момент, тоже подушки для сна. И причем подушки, именно не подушка, а подушка основная и вспомогательная. Ну, начнем с основной подушки, особенно если вы работаете за компьютером, если у вас какая-то такая работа, есть проблемы с шеей, очень важно подушка, на которой вы спите. Если подушка слишком высокая, если подушка слишком твердая, если подушка какая-то вот не такая, да, не может адаптироваться под вашу шею, то в итоге это получается, что время сна у вас шея не расслабляется, у вас нет нормальной циркуляции крови. Если голова слишком высоко или в сторону вот красной слайде неправильное положение во время сна. Если у вас ортопедические подушки, вы уже сделали большой шаг вперед. Ну, скажу честно, у меня не ортопедическая подушка, я с ней не подружилась, не примирилась, я пробовала ортопедические, я пробовала латексные, мне что-то как-то не пошло. У меня просто подушка сейчас она синтепоновая, кажется, я не помню, какой у нее наполнитель, но она не твердая, она невысокая и она легко подстраивается под шею. То есть я могу из нее сделать ту форму, которая мне вообще надо. Ну, как надо, вот скажут на фотографии, вот как правильное положение время сна на спине и на боку. То есть я ее подворачиваю под шею так, чтобы у меня было ровное положение. Пробовала я латексные, пробовала я разные. Меня часто просят о том, чтобы я начала продавать латексные подушки. Нет, я не буду продавать латексные подушки по той большой причине, что очень тяжело подобрать для себя ту подушку, которая вам подойдет. Потому что их есть много разных форм, разные уровни мягкости и так далее. И все-таки подушка – это та вещь, которую надо выбирать. Нельзя всем-всем одинаковую подушку. У меня вот дома, сейчас дома валяется две латексных подушки. Нет, три. Сейчас скажу, нет, четыре. У меня четыре латексных подушки, две из которых я использую, а две из которых я не использую. Причем две из них – это вспомогательные как раз-таки. Одно использую постоянно, а одну я использую время от времени. А те две, у меня дочка на них играет. Тоже, когда я была ребенком, ложила так вот. Но не могу я на нее спать. Не получается. Я не засыпаю. Мне вот никак. Не пошло. Тоже ортопедические пробовала, тоже как-то не пошло. Я только подарила близким. Вот такая вот подушка, как раз вот валик под шею, я иногда ее использую. Бывает, что как-то хоть напряжение, я как раз делаю свою основную подушку плоской, которая у меня трансформер, которую я могу мять, как хочу. А этот валик я подкладываю под шею, как поддержка. Он небольшой, он довольно такой невысокий, из латекса, и я очень быстро как раз засыпаюсь этим валиком. И хорошо высыпаюсь, устра прям. Но это не каждый вечер, это только вот бывают случаи, когда вот я ложусь, я понимаю, ага, сегодня мне нужен валик, и я его подкладываю. Вот. А теперь вот вспомогательные подушки. Наглядный пример того, как использовать вспомогательные подушки. Вот латексные, латексные. Я когда была беременная, сначала у меня было, как раз я использовала латексные подушки как вспомогательные сначала, у меня было штук-5 их подушек, чтобы вот разложить удобно свое беременное тело, особенно на последних месяцах беременности, я сначала использовала там кучу-кучу подушек, чтобы там под спинку, потому что у меня дочка, она очень сильно пиналась, она у меня сильно икалась, с четырех месяцев это было просто что нереально у меня в животе, и мне надо было подобрать позу, в которой она себя будет спокойно чувствовать, если перестанет меня дубазить, чтобы я могла спокойно спать. И подушек у меня вспомогательных было много, но вообще вот рекомендуют использовать для качественного, полноценного отдыха, рекомендуют использовать небольшую подушку, чтобы когда вы лежите на спине, ее подкладывать под колени, так улучшается кровоток в ногах и разгружается позвоночник. И или если вы спите на боку, подушку уложить между коленями, тогда вот как раз тоже получается кровообращение ног. Вот. И вот такие вспомогательные подушки. Вот как раз вот такая вот сейчас у меня подушки в валики, вот у меня латексная такая вот вторая, я ее вот использую так. А когда я была беременна, вот как раз вот девушка, которая с белой подушкой обнимается, у меня была такая подушка в виде большого бублика. Когда вот я просто устала, я не высыпалась из-за того, что моя дочка меня постоянно изнутри пинала, я ждала, когда она выйдет, да, и из моего живота я буду пинать всех остальных. Думала, что я выношу в футбольную команду, а не маленькую девочку. Я случайно в магазине, в HomePro, кажется, я увидела вот эту большую подушку, которая такая, она как такой большой валик, ее можно было по-разному, там были фотографии, как ее можно было использовать, в итоге я купила эту подушку, и я убрала все остальные, которые у меня были там 5-6, которые я постоянно подкладывала под все конечности, и я начала высыпаться. Ой, какую-то подушку дочка отжала. Большую, она с ней спит отдельно. Ну, да, конечно, да, эта подушка, она меня здорово спасала, и я вот думала, что когда-нибудь, может быть, я смогу вернуть ее обратно. Но вот больше я что-то в продаже ее не видела, именно такой, там есть другие формы, но вот эта вот, которая большой такой, круглая, она такая полукруг, как буква О, но с одной стороны у нее такая более широкая часть, а с другой стороны более узкая, как раз голову на широкую, там ее подворачивающую можно было по-разному. И вот это вот, да, конечно, она здорово меня выручила, здорово мне помогла. Но вот сейчас вот и у меня, и у мужа как раз вот такие вот подушки-валики, которые помогают, как раз разгружают таз во время сна. Когда спишь на боку, когда вот я сплю на животе, я подкладываю эту подушку под ноги, а когда я переворачиваюсь на бок, я уже машинально, не просыпаясь, я ее подкладываю как раз таки, просовываю между ног, чтобы разгрузить этот забедренный сустав во время сна. Вот, так же можно обнять, так же можно подушку как раз подложить под спину, когда спишь на боку, немножко опрокинуться. То есть, ну, здесь много вариаций, и надо как бы искать ту позу, которая комфортна именно вам. Здесь тоже все индивидуально, потому что все мы разные.